Йоу, саламу алейкум, банды, с вами как всегда Штором, и я продолжаю играть на проекте Аризон РП Шоу Лоу. И я продолжаю свой путь 500 миллионов за 30 дней. И да, ребятки, если вы не смотрели первую серию, то вот здесь будет подсказочка, переходите и смотрите. Там я всё объяснил, как будет идти этот путь, как он вообще заключается, как считаются дни, и что вообще я должен достичь, и каким путём. Также, ребятки, вот победитель, который забирает 15 миллионов абсолютно на любом сервере Аризоны. Сегодня давайте для вас разыграем плюс 5 миллионов абсолютно на любом сервере Аризоны. Просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий. Ну что, ребятки, не буду затягивать, хочу ещё раз сказать, что я играю на лучшем сервере Аризон Киаризон Крп Шоу Лоу. Если вы ещё не начали играть со мной, переходите по ссылочке в описании, качайте игру. При регистрации вводите мой ник OGStorm, за который вы получите на пятом уровне плюс 300 косарей. И на шестом левеле не забывайте вводить мой промокодик хэштег Шторм с маленькой буковки. Ну что, не буду затягивать, полетели. У нас пропал синий хайки-вайки, ребят, нет, нет, хайки-вайки, нет, 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 брат. Седьмой час начался с того, что я приехал на шахт. У меня началось дистанционное обучение, и я решил зайти так вот утречком, поехать, в принципе, поработать на шахте. Но, к моему удивлению, даже в такую рань было очень много людей. И, в принципе, ребятки, я поработал там всего лишь 20 минут, но заработал я там, ребятки, всего лишь 8 камней и 8 металла. И я понял, что это нифига не выгодно на шахте даже работать утром. Ну, я думаю, если бы у меня там была какая-то суперкирка или что-то такое, то, может, это даже выгодно. Но вот так вот работать на шахте без двойной кирки, без суперкирки вообще не выгодно. Поэтому я оттуда убежал. Я начал искать лидеров в банд, хотел ступить, но никого не было. И я пошел назад учиться на дистанционке. Восьмой и девятый час. Я, наконец-то, нашел лидера. Это был лидер Рифа, он меня быстренько принял. Я очень благодарен, спасибо. Я сразу же, ребятки, начал приходить бандитские квесты. А именно, я сразу полетел, пособирал счастливую травочку, плюс быстренько ограбил военочку. Получил плюс два ларца и дальше пошел в центр занятости. В центре занятости я быстренько нашел себе квестики. А именно, взял квестик с автобустиком, за который получил еще плюс один ларец, где нужно было объездить сто чекпоэтов. И, конечно же, квест с мусоровозом, где нужно было убрать 20 мусорок. И его тоже довольно быстренько выполнил. Также взял чуть-чуть посложнее квеста, а именно, где нужно пять раз отвезти на металловозе. И за него тоже получил ларец. И вот так вот пошли мои два часика жизни. Десятый час. Честно сказать, я очень долго ждал вот этот вот гребаный грузовик, чтобы поработать на дальнобойщике. Плюс я взял еще квест на ларец и решил поработать на дальнобойщике. Но могу сказать, что дальнобойщики довольно выгодная работа. Не из-за того, что тебе платят за рейс сто тысяч, а из-за того, что тебе может рандомно выпасть ларец с дальнобоями. Я проездил семь кругов, и, в принципе, из семи кругов мне выпало плюс пять ларцов. Один ларец я продал в будущем за 350 вроде бы тысяч. И это довольно выгодно. Также у меня еще возник один вопрос. Почему-то в ЛВ я не мог заехать. У меня стояла какая-то невидимая стена. А при захотите, как бы, ловить этот грузовик 20 минут мне не хотелось. И поэтому, как бы, я ездил только в ЛС и в Сан-Фьерро. Напишите в комментариях, почему у меня была какая-то невидимая стеночка. И я не мог проехать. Я бы не назвал это одиннадцатым часом, потому что всего я потратил на эту фигню 10 минут. Поэтому давайте его тоже внесем в десятый час. А именно, я зашел в 9 часов на мероприятие Собиратели. И, можно сказать, вот так вот там получил быстренько за 5 минут 41 подарок. Что довольно выгодно, как по мне, потому что в будущем я их продам по 11 тысяч. Что ж, одиннадцатый и двенадцатый час. Я зашел уже на следующий день и поехал, в принципе, проходить бандитские квесты. Но перед этим я решил заехать в банк. И, к моему удивлению, я получил даже плюс один ларец организации. Которые, конечно, стоят дешево. Но, в принципе, так вот 250 тысяч тупо за то, что ты в сети. И это тоже довольно хорошо. Итак, я поехал быстренько, пособирал счастливую травочку. И, конечно же, ограбил военку. Это очень-таки изичные быстрые квесты, которые реально проходятся тупо за 15-20 минут. И вот, ребятки, советую вам, если вы хотите налегке поднимать каждый день там легенькую такую капусточку, почти ничего не делая, то вступайте в банды. И следующее время я пошел на ЦР. И выставил все, что у меня было в лавке. И, в принципе, пошел отдыхать. Точнее, на пары, потому что у меня дистанционные пары. Ну, короче, вот я как выставил за какие цены и пошел отдыхать. Ну что же, ребят, и на данный момент всего за 12 часов я уже смог заработать 6,5 миллионов. Я думаю, что это довольно неплохо и довольно хорошая сумма. И я надеюсь, что у нас вот так вот все будет дальше идти. И совсем скоро мы сможем апнуть наши 500 миллионов. А все зависит только от вашей активности. Чем быстрее вы набираете 150 лайков на этом ролике, тем быстрее я выпускаю следующую часть. Ну что, ребятки, всем спасибо, всем удачи и всем пока. Пока!